Здравствуйте дорогие мои! Приветствую вас на канале Заметки Нумизмата. Зовут меня Сергей Юрьевич и сегодня рассказ пойдет о замечательной юбилейной монете, которая среди нумизматов имеет название «Конь». Монета с изображением памятника Николаю Первому, от Чеканина в 1859 году. Памятник Николаю Первому установлен был на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, расположен между Мариинским дворцом и Исаакиевским собором. Памятник начал строиться в 1856 году, после смерти императора по проекту архитектора Агюста Монферрана и был открыт 25 июня 1859 года. Памятник представляет собой шестиметровую конную статую Николая Первого, работа Клотта, стоящую на пьедестале. Император изображен в парадном мундире лейб-гвардии конного полка. Конной натурой послужил любимый жеребец государя Амалатбек. Пьедестал памятника работы Агюста Монферрана имеет эллиптическую форму и изготовлен из малинового карельского шокшинского кварцита и белого итальянского мрамора. Цоколь выполнен из серого сердобольского гранита. Пьедестал памятника украшают четыре аллегорические женские фигуры работы Залемана, олицетворяющие силу, мудрость, правосудие и веру. Голову фигур являются портретными изображениями императрицы Александры Федоровны и дочерей Николая I, Марии, Александры и Ольги. Между двумя первыми статуями находится бронзовый позолоченный государственный герб, под которым расположена надпись Николаю I императору Всероссийскому 1859. Первоначально памятник не имел ограды, она была установлена позже. Четыре брельефа, три из них работы Рамазанова, один Залемана, расположенные на постаменте, рассказывают о знаковых событиях правления Николая I. На сооружение памятника было потрачено 753 тысячи рублей серебром. На отливку статуи ушло около 1300 пудов металла. Первая отливка статуи была неудачной, металл порвал форму, как и при отливке медного всадника. Оба памятника стоят на одной оси, разделенной Исаакиевским собором, причем медный всадник повернут к памятнику Николаю спиной. Так зародилась эпиграмма. Дурак умного догоняет, да Исааки мешает. Для своего времени памятник считался техническим чудом. Это была первая в Европе конная статуя, поставленная на две точки опоры – задние ноги коня. Впервые этот прием был использован при создании памятника президенту Эндрю Джексону перед Белым домом в столице США в 1852 году. В марте 1917 года, вскоре после февральской революции, публицист Пантелеев, возглавлявший Общество памяти декабристов и считавший памятник неуместным при новой власти, предлагал использовать его пьедестал для монумента в честь участников восстания 14 декабря 1825 года. После Октябрьской революции неоднократно поднимался вопрос о сносе памятника, но благодаря своей уникальной особенности установки статуи на две опоры он был признан шедевром инженерной мысли и не был уничтожен в советское время. Была демонтирована в 1930-е годы лишь окружающий памятник ограда. В 1992 году ограда была воссоздана и памятник приобрел свой нынешний вид. Про монетку, которая у меня сейчас в руках, Дмитрий Юрьевич уже неоднократно рассказывал, и про подлинные, и про поддельные. Надеюсь, наш ролик вам понравился. Подписывайтесь, ставьте лайки, обсуждайте, а мы будем снимать и дальше. Увидимся на канале. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok